Это единственное в стране учреждение, оно, конечно, должно быть на лидирующих позициях. Я это сказал к тому, чтобы вы понимали главную задачу, которая стоит перед нашей Академией. Она должна стать ведущим главным вузом не только как мы это преподносим, а как это понимают наши люди в понимании нашего общества. Я хочу успеть при своей жизни президентской построить новую Академию. Новую Академию не просто здание построить, это не проблема, это мы за два года можем построить. Я хочу построить Академию, которая бы в новых корпусах, зданиях, в общежитиях, учебно-лабораторных корпусах преподавали по новым методикам, по новым программам, с новыми учебниками, стажировками, практикоориентированный вуз, куда бы стремились все не только из нашей страны, но и из-за рубежа поступить и получить там знания, чему-то научиться. Ну, а эти корпуса мы отдадим БГУ, Медицинскому университету и так далее. Но это не от меня зависит, это зависит от вас. Как только я увижу, что вы создали эту Академию, и уже можно вас перемещать на новую площадку, мы это с вами должны сделать. Но это будет только тогда, когда вы вместе с профессорским преподавательским составом, руководством Академии Управления, пройдете вот этот тяжелый путь модернизации и совершенствования работы нашей Академии, если хотите реформирование этой Академии, и выполните ту задачу, которая перед вами стоит в деталях, когда мы увидим не только внешние корпуса, но изнутри, что вы создали такую Академию. Чем раньше, тем быстрее мы начнем реализовывать эту задачу. Вы уже немало сделали, чтобы все-таки уважали Академию Управления. Нам надо готовить управленцев от жизни, потому что к вам придут не только получить знания со школы и приходят, к вам приходят люди с высшим образованием, которые амбициозны, которые хотят стать топ-менеджерами, какими-то руководителями предприятий. Они приходят к вам получить какие-то знания управленца, и вы их не должны разочаровать. А это знания, прежде всего, в экономике, в иностранном языке. Ну, IT сейчас очень модно. То есть, чтобы он был свободно этим владел. И даже если он это знает, чтобы еще выше мог подняться, вы не должны их разочаровать в этом. Здесь и стажировку будут проходить люди, и переподготовку люди будут, и второе образование будут получать. И вот на всех этих ступенях, может, дальше и не надо замахиваться. Вы должны быть конкурентоспособны. И не просто конкурентоспособны. Вы вне конкуренции должны быть по этим направлениям. Тогда будем строить новую академию, если вы это освоите. Только поменьше надуманности всякой. Поменьше вот этих непомерных, ненужных никому амбиций. Ведь великое в простом.